26 августа в деревне Селезнево-Новосильского района прошел смерч. Порывы ветра были настолько сильными, что в итоге пострадали 32 дома. Совсем без крыши остались еще три. Фотографии с места происшествия впечатлили и самого губернатора. Что же за ураган такой? Все повалило так. Три дома там, да. Из-за оборванных линий электропередач более 30 домов остались без электричества. А спустя сутки чиновники отчитались. Все уже в порядке, все налажено. Приняты практически все меры для восстановления. Бригада находится там. Пленка привезена, находится в районе. Значит, в районе находятся строительные бригады, которые сегодня уже работают. Деревья там сегодня, завтра мы допилим полностью. Но звонки жителей к нам в редакцию говорят об обратном. Свет дали только те дома, которые не пострадали или пострадали менее, чем все остальные. Делается ничего не делается. Только привезли шифер. Убирать это все, то, что произошло, будут сами люди. Пока никто ничего не убирает. Мы решили узнать в администрации Новосельского района, как же они собираются помочь пострадавшим жителям. Но сам глава на совещании у губернатора. Остальные же ни слухом, ни духом. Не могли бы вы нам сказать о помощи, какую вы оказываете пострадавшим в урагане? Дело в том, что этим вопросом у нас есть должностные лица, какие занимают. И я лично не могу вам ответить на этот вопрос. Возможно, у них оперативное какое-то совещание. Оказывается, что жители не только должны разбирать завалы, но и за свой счет ремонтировать собственные дома, пострадавшие от стихии. Приезжала комиссия. Они общались с пострадавшими людьми и говорили, что если у них превышает заработная плата или пенсия более 5000, они не могут и не будут помогать никому. То есть это нужно делать только своими силами. Мои родители пенсионеры. Они не очень сильно пострадали, но хотелось бы, чтобы им оказали помощь. Как ни странно, эти слова подтверждает и сам губернатор. Вы только имейте в виду, что я в принципе за счет государства не обязан полностью восстанавливать частные дома. Давайте будем смотреть. Здесь паритетный начал должен быть. И никаких там речи не может быть о миллионах. Ирина Комнатная, Денис Еременко для программы Оперативный эфир. Ирина Комнатная, Денис Еременко.